Здравствуйте, дорогие зрители! Хочу сказать, что мне уже давно хотелось отыскать что-нибудь такое, что можно было бы подарить в Киевский музей Пушкина. Вы же знаете, я родился на этой улице, на Кудрявской, и даже что-нибудь связанное со стариной, или связанное с нашей улицей, или, может быть, какое-нибудь фото, ну, если бы что-нибудь связанное с Пушкиным, то и подавно, потому что кое-какие очень старые издания Пушкина 70-х годов XIX века, три тома из сочинений, которые были посвящены 50-летию со дня кончили Пушкина, вернее, со дня смерти. Вот, я расстался, я подарил эти издания в другое место. Еще кое-что есть из мелочей, но что может быть связано с Пушкиным? В основном это издания какие-то более редкие, более старые издания, которые, может быть, не представлены в фондах этого музея. И вот я совершенно случайно обнаружил такой небольшой документ, я помню, у меня где-то было, я не знаю, где это осталось, у меня была очень интересная программка чествования Гоголя в Киевском университете. Я очень хочу найти эту программу, ей уже очень много лет, очень много лет. А сейчас я нашел документ 1899 года. Это анонс сборника статей о Пушкине, который должен был быть посвящен 100-летию со дня его рождения и вышел в Киеве. Хочу зачитать. По поводу 100-летнего юбилея А.С. Пушкина. Трудами членов Киевского педагогического общества будет издан юбилейный сборник статей об А.С. Пушкине. Дальше годы жизни. В сборник предлагаются следующие статьи. И здесь перечислены авторы. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Вот некоторые профессоры университета, некоторые доценты академии или доценты университета. Фамилии Александровский, Булашов, Владимирова, Глевенко, Гневушева, Кудряпцева, Лобода, Петрова, Рыбинский, Степович, Троцкий и так далее. Вы видите, что здесь есть внизу портрет Пушкина. Написано в сборнике будет около 25 книжных печатных листов и 100 иллюстраций. Пушкина, портреты и события из его жизни. Портреты Ломоносова, Вольтера, Байрона, Новикова, Карамзина, Сумарокова, Фанвизина, Крылова, Анюкова, Поливанова и других. Виды села Михайловского, села Болдина, Крыма, Кавказа и другое. Рисунки к произведениям Пушкина. Цена сборника по подписке до 1 мая 1 рубль, по выходе в свет рубль 50 копеек. Чистый доход предназначается на учреждение стипендии имени А.С. Пушкина для воспитания в среднеучебных заведениях города Киева детей членов педагогического общества. Подписка принимается в книжных магазинах господ Оглоблина, Югансона и Циковского и в конторе типографии Кульженко. Вот здесь есть адрес, Новая Лисоветинская, 4. Ох, я забыл, что это за улица была до революции. Сейчас посмотрю где-нибудь. И дозволено цензурой Киев 7 апрель 99 года. Естественно, такие вещи, показываю вам их еще раз ближе, такие вещи датируются именно по цензурному разрешению, поскольку здесь нет прямых указаний и подробных выходных данных. Но, если цензурное разрешение дано 7 апреля 99 года, то такое, в общем-то, листовое издание, бесхитростное, которое печатается одним движением, так сказать, печатного пресса, печатается непосредственно, может быть, на следующий день или какого-нибудь 8-9 апреля. То есть, скажем так, начало апреля 99 года. И здесь тоже, кстати, есть ведь портреты Карамзина, Сумарокова, Новикова. Вот. Так что, вот такое интересное. Я думаю, что, может быть, его нет в фондах музея, поскольку это очень связано с Киевом. Это такая уже седая на почти 120-летней давности, такое листовое издание. Я думаю, что надо еще поискать что-нибудь, обязательно предложить, потому что у меня наверняка есть, что предложить еще в дар. А вот что касается этой улицы, типографии Кульженко, ну вот, судя по... То есть, здесь очень короткая Н. Елис. У. То есть, Новоисеветинская. Да, но я просто забыл, что это за улицы. Надо выяснить сейчас будет, как потом называлась эта улица после революции, как она называется сейчас, и какова судьба четвертого номера по этой улице. Мне это, конечно, очень интересно. Это уж такая деталь, может быть, второстепенная, там, к Пушкину не очень большое касательство имеющие, но я, как человек дотошный, как человек, занимавшийся наукой и поэтому не чуждой буквоедству, постараюсь это сейчас выяснить. Что ж, сегодня довольно хороший день, 8 мая, и думаю, что, несмотря на то, что мне всегда хочется жары, мне хочется сильной жары и абсолютно синего неба. Вот эта погода, которую я понимаю. При том, чтобы желательно воздух был максимально сухим. То есть, мне, конечно, здесь жить не совсем подходит, я очень не люблю киевские климы. И вот сейчас май, а все же какой-то, то ветерок, то дуновение, то поползновение. И вроде бы температура 26, feels like 27. А выходишь вот, может быть, с северной, там у нас еще, может быть, по теплее, солнечнее, выходишь на улицу, и нельзя футболки быть. Ну, нельзя футболки быть. Ну, проверьте. Ну, как это так, середина мая? Мне не нравится киевская погода. В связи с этим у меня большие претензии, ну, не знаю, к небесной канцелярии. Всего вам доброго, спасибо, что смотрели. Всем счастливо.